Всем привет! Меня зовут Дмитрий, вы на канале Android Setup и в этом видео я объясню, расскажу и на примерах покажу, почему iPhone 13 Pro Max, мягко сказать, является не лучшим вариантом для мобильного гейминга, а уж тем более стриминга и вообще, в принципе, как устройство основное для создания контента на основе мобильных игр. Я не просто буду показывать на примере тренажки, я буду показывать, соответственно, в сравнении, к примеру, с рокфоном и, в соответствии, к примеру, с iPad, чтобы не говорили, типа, ну это же Android. Вот, все то же самое, примеры будут на iPad Pro 11 дюймов 21 года, который на чипе M1. Поэтому в самом начале я поклянчу вас лайков, попрошу написать комментарий и очень важный момент. Ко мне, ну, очень часто приходят люди с советом, что, типа, Димас, посоветуй, какое устройство купить, типа, там, для хочу стримить PUBG, хочу стримить то-то, хочу стримить мобильные игры. И, как бы, я говорю, ну, ROG 5, да? И они говорят, слушай, ну, там другие ребята советуют iPhone, там, 12, 11, вот сегодня буквально был случай, я к себе в телегу выкладывал. Я говорю, а кто эти ребята? Он говорит, ну, там, вертел, там, ребята из Канина Power. Так вот, в чем я хочу? Я хочу, чтобы, ребятки, поделитесь, пожалуйста, этим видосом. Вот очень важный момент, потому что это поможет и продвижению, и по возможности поделитесь это с кем-нибудь из этих ребят, там, с Канины Power, может быть, с вертелом. Я бы с большим удовольствием, если, конечно, у нас совпадет так время, что у них там будет стрим, я бы зашел к ним на стрим и пообщался на тему того, почему они советуют просто вот так вот iPhone и все, и, как бы, на этом все заканчивается. Это не в ключе, там, какого-то, там, негатива, типа, сказать, ребята, чего вы, вот я, как бы, много тестировал, нет. Хочу послушать их точку зрения на это, хочу поделиться своим опытом с этим ребятам. Ну, опять же, это, если, знаете, сойдутся все звезды, у них там будут стримы, они захотят меня пригласить на этот стрим, пообщаться. Вот, поэтому, чтобы это случилось, надо, чтобы много людей посмотрело этот ролик. Короче, начнем. С чего мы начнем? Для Рога он не нужен, у Рога свои есть датчики. Мы начнем с игр. Уже прошел целый месяц с того момента, как, соответственно, iPhone продается. Буквально через неделю или через две после старта продаж iPhone, насколько я понимаю, исходя из того, что говорили ребята из Кедра, Apple раздала уже разработчикам, ну, это так, общими словами говорю, что Apple раздала разработчикам как раз тот код, который необходимо вставить в их приложение, чтобы их приложение на iPhone поддерживали больше 60 Гц экрана, вот, то есть, ну, либо 120, это я так мягко сказал. Соответственно, сейчас, вот, по-моему, конец уже октября, 31 октября месяц, даже больше месяца прошло. И что мы имеем на сегодня, да? Прошел месяц, я ждал месяц, да, когда все должно оптимизировать. Некоторые игры уже получили поддержку 120 FPS, да, сейчас я вам про это тоже расскажу. И начнем. Начнем с простого, то, что все ждут. Начнем, соответственно, с PUBG Mobile. Что у нас на сегодня на iPhone в PUBG Mobile? После того, как я покажу это на iPhone, я покажу это, соответственно, на iPad, а потом покажу это на ROG, да, чтобы было сравнение, вот, смартфон за 110 тысяч, смартфон за 90 тысяч и iPad, он там 70 или 80, фиг его знает, уже забыл, сколько он стоит. То есть, какой смысл брать тренажку, если за меньшие деньги ты можешь получить больше. Итак, на сегодня 13 Pro Max, да, что такое, вот уже долго, поддерживает максимум 60 FPS. Максимум, какие бы ты настройки ни выбирал, ты получаешь 60 FPS. Да, тебе доступно ультра до 40 FPS, но на стоке в базовом значении не больше 60. Вот и все, прошел месяц, код получен. Некоторые разработчики, и многие скажут, ну, Димас, ну, камон, ну, это же потому, что виноваты там не производители смартфона, а виноваты, как бы, разработчики игр. Окей, тогда у меня к вам такой скромный вопрос, да, это был iPhone 13 Pro Max, и мы имеем только 60-ку. Тот же самый PUBG Mobile, да, но только на iPad Pro. PUBG Mobile на iPad Pro 11, графика 90. Без всяких танцев с бубном. Все те же самые настройки, да, но только тут доступно 90. И он выдает 90. Типа, да? Но, на самом деле, это небольшая подводочка к кое-чему, которую кое-что я объясню в конце ролика. Но вот всем тем, кто говорит, что, типа, виноваты разрабы игры, а не разрабы устройства, ну, вот, смотрите, это тоже Apple, устройство от Apple тоже современное. Но, пожалуйста, без проблем, доступны 90 кадров. Я уже молчу про ROG Phone, да? ROG Phone, естественно, там, спустя, естественно, на старте он тоже не имел 90, да? Но прошло какое-то небольшое время, поддержку 90 кадров на стоке, без всяких танцев с бубном. То есть, окей, все, 90 есть, да? То есть, на iPhone нету, на ROG'е есть, на iPad'е есть. Окей, погнали дальше, вы скажете, ну, это же PUBG Mobile. Окей, согласен с вами. Поэтому давайте посмотрим другие игры. К примеру, Call of Duty. Тоже довольно-таки популярная игра. И что мы имеем по настройкам в ней? Колда. Заходим в настройки, звук изображения. Ах, 60. Максимум 60. А уже прошел месяц. Максимум 60. Давайте посмотрим, что там на других устройствах. iPad Pro, звук изображения. И что мы тут видим? Ультра, ультра. Все, как бы, тоже iOS-устройство, но доступно ультра. Ну, а что же на ROG'е? А на ROG'е звук изображения и тоже есть ультра. Значит, есть поддержка 120. Окей, хорошо. Давайте немножко упростим задачу айфону. И, соответственно, возьмем какую-нибудь игру попроще, да? Которая не такая требовательна. К примеру, Stand Off 2, да? Мне кажется, Stand Off 2 довольно-таки нетребовательна. Вот, Stand Off 2. Настройки, щечки FPS есть. Видео... 120, да? Видите? Целевая частота кадров 120. Заходим в игру. Играть. Тренировка. Выбрать. Тут, правда, из-за слишком скругления не так сильно будет видно. Но я думаю, вы видите, что это пятерка. Это даже не трехзначное число. Это просто пятерка, которая говорит нам о том, что тут, даже если ты будешь двигаться, ты получаешь не больше 60 кадров. Да? То есть 59 и 60 оно там щелкает. Вот это Stand Off 2. Давайте глянем, что на iPad. На iPad при всех тех же настройках, то есть счетчик FPS выставлен, 120 выставлено. Заходим в игру. Тренировка. Выбрать. Погнали. И что мы тут увидим? Давай быстрее. О! Мы сразу видим трехзначное число. 1, 1, 9. Который нам говорит о чем? О том, что все нормально. На iPad ты получаешь почти 120 кадров. Окей, что же рожок нам выдаст? В рожке, если зайти в настройки, счетчик FPS есть, видео есть, 120 выставлено, игра, играть, тренировка, выбрать. Ну, у рожка проще, у него есть свой счетчик, но все же, тут же есть встроенный. Так, что мы видим? А мы видим опять трехзначное число. Да? Ну и, соответственно, вот счетчик рожка, который выдает опять же трехзначное число. Поэтому никаких проблем, стенд-офф, только на айфоне выдает не больше 60. Погнали дальше. Ну, а дальше будет любимая игра твоего бати. World of Tanks. Так, игра прогрузилась. Захожу в настройки, графика и... Чего? Чего? В танках даже нельзя выбрать 120, только 60 в максималке. А ну-ка я, может, настройки нужно поставить на сверхнизкой? Может, просто айфон не вытягивает? Нет, в танках даже в настройках нельзя. А прошел месяц и даже больше. Ну, давайте посмотрим, что ж там на айпаде по танкам. Ну вот, танки на айпаде, настройки, графика. И, пожалуйста, вот тебе 120 фпс. Я даже не буду показывать, что в игре это работает. Просто оно есть уже в настройках. И на айпаде это работает. А вот тут вот я немного сфейлил, потому что забыл установить танки на ROG Phone. Ну что ж, танки мы пропустим. Поэтому следующая игра Crossout. Crossout поддерживает тот фпс, который поддерживает экран. Ну, то есть сейчас я вам покажу. Итак, захожу в настройки. Графика. Нет ограничения. На всякий случай выставлю очень низкое. А хотя ладно, поставлю очень высокое. Очень высокое. Захожу в тест драйв. И вот тут вот, смотрите. Изначально игра мне показывает что-то больше 100 фпс. Больше 100 фпс, но это потому, что максимальная графика. Я очень низкое ставлю. Очень низкое. И что я вижу? Я вижу вот счетчик сам, соответственно, игры. Тут 120, 130. А, вот же счетчик ROG'а есть. Вот посерединке. 124, 130. Короче, он выдает максимальный фпс. Вот сейчас на 100. А, я сейчас еще принудительно частоту экрана выставлю, чтобы она была 144. Вот. Вот. То есть он больше 120 выдает легко в кроссауте на минимальных настройках. Это ROG Phone. Окей? Окей. Давайте посмотрим, что там у нас на iPad. Итак, вот кроссаут на iPad. Захожу в настройки. Графика без ограничений. Сразу на низком поставил. Вот. Чтобы там на всякий случай. Итак, тест драйв. Погнали. И что мы тут видим? Мы тут видим около 120, 119, 118 и так далее. Ну, то есть больше 100 фпс выдает. А что же у нас на тренажке-то будет, а? Напоминаю, что это 13 Pro Max. Настройки. Графика. Без ограничений. Очень низкая. Сразу с порога тест драйв. Ииии. Что мы тут отчетливо видим? Я не знаю, видите вы или нет отчетливо. 60. Лок 60 кадров. Да? И казалось бы, ну как так? Прошел целый месяц. Это мощный производительный смартфон с хваленым там працом. И так далее. А что же в играх? Но на самом деле есть две игры, в которых есть поддержка 120 фпс. Про одну я уже рассказывал в ролике. Про Genshin. Как оно там работает. Но давайте я вам покажу на всякий случай еще раз. Как работают 120 фпс в Genshin Impact. Ииии знаете что? Нам для этого понадобится первдок. Поэтому я сейчас немножко передвину ноутбук. И так. Вот у нас соответственно есть Genshin. Вот у нас есть первдок. И он тут выдает пока значение какое-то совсем маленькое. Заходим в настройки. Нам же нужно, чтобы все было по пруфам. Графика. И смотрите, что я сделал. Я выкрутил в Genshin все просто на супер дно. И выбрал 120 фпс. Да? На минуточку. На всякий случай, чтобы не было никаких дополнительных напрягов для смартфона. И чтобы он мог, смотрите, какие классные графики выдавать. А? Когда ты заходишь в меню. А ну-ка. Когда ты заходишь в меню. Фпс сразу ползет вверх. Да? И выдает в районе заявленных 120. Но когда ты заходишь в игру. Почему-то фпс резко устает и уходит вниз. Но. Не все так просто. Есть нюансы. Когда ты начинаешь легенькие такие замесы. Подходишь к ребятам. Говоришь. Добрый вечер. Посмотрите на мой меч. Вот. Смотрите. Фпс почему-то может подниматься и подпрыгивать. А потом опять падать. А потом себя странно вести. Просто гляньте на эту кривую. Как понять в чем особенность. Это я еще графику-то на минимум выкрутил. Да? Если графику я выкрутил бы на ультра. То мы бы этого графика не видели. И я думаю, что мы бы не видели таких больших подъемов. Потому что обычно подъемы, которые были на ультрах. Ну короче у меня там ролик есть. Там видно. Они просто, да? Вот я продолжаю бегать. Здравствуйте. Мясо. Не успел. Но хочу сказать, что вот когда ты вырубаешь 120. Да? Ты хоть и как бы бегаешь. Но ты чувствуешь, что прям все, блин, моментально. Быстро. Круто. Да? Пока вот сейчас. Смотрите. Он почему-то поднялся. Да? Я играю, бегаю. Вот в этой локации. Почему упал? Почему упал FPS? Что такое? Я вернулся. Вот. Я вернулся опять в эту часть. Здесь в этой части FPS поднялся. Я отойду в сторонку. Он все равно есть. Я пробежал в сторонку. Он все равно есть. Я думал, что это как-то зависит от локации. Нет. Это от локации никак не зависит. То есть я могу бегать, бегать, бегать. Оно, вот видите, 120. А потом что-то он, не знаю, приуныл. И сразу идет вниз. То есть как-то... Ну, окей. Хорошо. Но опять же, скажу со временем. Чем дольше ты играешь на смартфоне, тем больше графика будет вот такого вот. Ну, в 60 FPS. Вот и все. Вот такая вот ситуация может случиться. Окей. Давайте посмотрим, как это выглядит на iPad. Итак. iPad. Что по графике? По графике ее, по-моему, тоже выкручу. Так, стоять. С iPad, конечно, в том же кадре показывать все не так суперудобно. Но графика... Да. Я ее, как видите, тоже всю выкрутил. Но дал только 120 FPS. Ну что ж, давайте поглядим, как... Ага, заблокировал. Молодец. Вот. Как себя ведет, соответственно, геншик на iPad. И могу сказать, что ситуация здесь очень сильно почему-то лучше. Да. Посмотрите на график. Он стабильнее выдает в районе 120, что бы ты ни делал. Да. То есть, причем, первый раз, когда я тестировал, у меня не очень получилось. А вот сейчас вот как бы окей. Видите, даже файты не файты. Просто ты бегаешь, и он колеблется в районе сотки. Да. Это при том, что я графику понизил. Если, конечно, ее повысить, там дропы будут сильнее. Но если графика на минималочках... Причем на iPad из-за высокого разрешения, я не могу сказать, что графика прям сильно ощущается на минималках. Понятное дело, что каких-то моментов не хватает. Но на iPhone, я не знаю, на видео это видно, не видно. Видно, что графиней смотрится хуже. Ну, мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. То есть, видите, график на iPad, он как бы молодец. Он держится. Чтобы не прощать, сейчас файты закончатся. Я пойду по миру прогульнусь. Сейчас вот еще один разочек. Раз, и все. И можно идти прогуляться. Чтобы не было того, что там же ты гулял по миру. Вот я гуляю по миру. Просто пошел, гуляю по миру. И тут как бы все окей. Все. Та же сотка, как при файтах. Она держится более-менее стабильно. Да? То есть, классно. Классно, прикольно. Сейчас вот персонажей попереключаю. Похилюсь немного. И вот на iPad это как бы стабильно. Да? Это не четкие 120. Да? И еще очень важный момент. Сразу скажу, пока продлевается тест. Что многие говорят, а на каком смартфоне будет стабильный 90-й файты? То есть, ни на каком, ни один мобильное устройство тебе что-то стабильного не даст. Всегда может случиться где-то дроп. Всегда может где-то проседание. Поэтому нет такого понятия стабильный. Около. Около может выдавать. А стабильно на... Ну, то есть, видите, я бегаю. И таких падений непонятных до 60 на iPad нет. На iPad же это реализовано без проблем. Окей. Соответственно, у меня осталась еще одна игра, которую я сразу покажу на iPad, потому что он меня подключен. Эта игра называется Pascal Vager. Вот. Это платная игра. Стоила огромнейших 450 рублей на распродаже. И в этой игре прям сразу ты в нее заходишь. Она тебе говорит, для 13 Pro Max доступно 120 FPS. Ну, а что же? Есть ли эти настройки, к примеру, на iPad? Да. Вы спросите, Димас, почему ты не показал геншик на ROG? Ну, во-первых, на сегодня ни в одном Android-смартфоне из тех, которые я тестировал, нету поддержки более 60 в Genshin Impact. Во-вторых, зачем на это тратить время? Итак, как видите, я включаю игру. Игра сразу говорит. Enable 120 Гц mode on iPhone 13 Pro and 13 Pro Max. Ну, короче, вы поняли, да? Я, соответственно, захожу в игру, такой весь на бодряках. И сейчас покажу, что она, соответственно, как она отображается, как она работает на iPad. Причем я был немного удивлен, зачем это было сделано, если на каком-то тренажке. Короче, все, высокая частота кадров. И все. И все, что это значит? Это значит, что, ну, 60-очка у тебя будет максимум. Ну, стабильная 60-очка. Да, то есть вот я в игре, и вон там, видите, 60-очка. То есть, как бы, ну, ладно, и в 60-очку можно, в принципе, в эту игру нормально играть. Но у меня есть сейчас специальный подсъем момента, когда я отыграл на 13 Pro Max. Соответственно, по-моему, там минут 17 я играл в эту же игру. И небольшой анализ по игре. Я сейчас его вставлю, и там все объясню. А потом подведу итог. Так, я, соответственно, немного поиграл в Pascal. До того момента, пока у меня не закончилась лицензия Первдога. И какие результаты я получил. Значит, смотрите. ФПС действительно держится около 120 кадров. Ну, небольшие дропы, небольшие поначалу дропы. Потом какие-то непонятные дропы. Скорее всего, я заходил в менюху. Потом, соответственно, все нормально, все нормально. Потом дроп почему-то до, в районе 60 кадров. Непонятный дроп. Причем в этих моментах, я смотрю, что-то как-то, вот, когда он дропнулся до 60. Нету никаких странных всплесков. Окей. Потом опять подъемы, соответственно, до 120. И вот эти вот подъемы, дропы до 30, это кат-сцены разнообразные. Соответственно, все кат-сцены, они предзаписаны, я так понял, в этой игре в 30 кадров. Это порт игры с ПК, если что. Вот. И поэтому они, наверное, не могут выдавать. Поэтому везде, где вы видите 30, это просто были кат-сцены. Но везде, где вы видите падение до 60, это просто падение, которое ни с чем не связано. Иногда бывает такое, что я, ну, то есть, начало этой игры прохожу не первый раз. И, соответственно, в этих моментах, в предыдущих разах, по-моему, было 120. Вот. Как-то так. То есть, видите, 120-120, потом кат-сцена, потом опять 120, потом почему-то 60. Какой-то небольшой отрезок. Да, причем это за 5 минут игры. Да, вот, соответственно, видно, сколько я играю по времени. И далее. Далее, соответственно, опять 120, потом почему-то какие-то странные дропы, кат-сцены. 120, опять 60, потом какие-то дропы. Причем вот тут вот у меня были тяжелые сцены, видать, не очень хорошо оптимизированные моменты. И тут были дропы прямо со 120. Да, то есть, со 120 хоба упал, потом опять он падал. Но это, видать, какая-то маленькая кат-сцена. Потом опять четко тяжелый момент. Потом настолько тяжелые моменты, что вот это вот промежуток после 10 минут перед 11.42, это прямо во время игры ниже 60 он падал. Это не кат-сцены были. И, соответственно, 60-60, потом что-то какой-то опять подъем до 120. Потом опять падение 60, потом опять подъем. Потом опять 60 падение, опять 120. То есть, я не пойму. Вот как бы корреляция в том, что типа там проц начинает проседать, ее нету. Вот тут вот проц поднялся вроде как бы. Ну, то есть, нагрузка на проц поднялась. И как раз в этот момент, соответственно, игра упала вообще-то. А, это, наверное, нет, это не кат-сцена. Вот тут вот дропы были просто сами по себе. Вот дропы, дропы, дропы. То есть, смотрим. 120 на среднем значении нагрузки. Да, 120 на среднем значении. Когда нагрузка возрастает, да, соответственно, вот тут вот нагрузка возросла, упал. Вот тут вот нагрузка возросла, упал. А, или это кат-сцена была. Или это, наверное, из-за того, что когда перехожу в кат-сцены. Нет. Короче, когда появляется какая-то нагрузка дополнительно на процессор, соответственно, я так понимаю, исходя из вот этого всего графика, что оно просто падает, да. То есть, просто раз, хоба и упал, хоба и упал. По памяти тут вообще никаких вопросов. Он ее как использовал, так стабильно использует. К сожалению, температуру батареи почему-то первдок не может пока улавливать. Вот. Но результат какой? Все равно это как бы, ну да, 120. Это даже лучше, чем Genshin Impact. Если что, у меня есть ролик, в котором я, соответственно, смотрел, как работает Genshin на 120. Да, вот где-то здесь в описании я приложу. Ну, все равно, как бы, ну, камон. Это единственная игра, которая прям официально оптимизирована, которая кричит, говорит, я оптимизирована. И да, в ней есть 120, но как только происходит какая-то маленькая нагрузочка на игру, все, дроп. Дроп до 60. Причем даже когда им иногда нет. Вот здесь вот довольно-таки усредненное значение, но при этом здесь игра выдает пронемь от 60. Какая зависимость? Я как бы могу только догадываться. Ну вот, вы посмотрели, как работают игры, которые супер официально поддерживают 120 FPS. Точно так же, как и Genshin, да? То есть нет какой-то зависимости. Ну, как мне показалось, есть, конечно, от нагрузки проца какая-то зависимость. Но все равно, это как бы, ну, такие себе, как бы, ну, нечестные FPS, да? Если на iPad, вот в районе сотки он держится, в других играх там вообще ситуация получше, которую я показывал, то iPhone на сегодня ничего такого не может. И мне кажется, со временем, я надеюсь, что я ошибаюсь, ситуация никак кардинально не поменяется. Потому что, ну, месяц был, инструменты есть, да? И, как бы, вы должны понимать, что работа игры в повышенном FPS это дополнительный расход. Я думаю, что ни компания Apple, ни разработчики не будут жертвовать автономностью для того, чтобы кто-то мог поиграть с повышенным FPS-ом какое-то небольшое время. Поэтому, ну, я надеюсь, что, конечно, это со временем, соответственно, как-то изменится. В играх добавятся честные, соответственно, больше 60 FPS. Но мы должны понимать очень важный момент. iPhone это не игровой смартфон. Это неплохой смартфон для своей целевой аудитории. Но рассматривать его как игровое устройство, это довольно-таки сомнительное мероприятие. Если вы, конечно, любите так же, как и я, там, поиграть в Clash Royale, Clash of Clans, и играете даже в те же шутаны типа PUBG, колды и, там, я не знаю, стенд-офф, кроссаут и так далее, других игр, ну, по часу максимум в неделю, то тогда да. Но если вы рассматриваете себе устройство для стримов, для долгой игры, для того, чтобы у вас была возможность играть в ранние бета-тесты и тому подобное, ну, нету, к сожалению, другого выбора. Не потому, что я, там, фанат ROG, а просто потому, что, ну, нету другого выбора. Это на сегодня самое сбалансированное и самое лучшее устройство, если ты создаешь контент по мобильным играм. Вот и все. Если коротко. Да, тут тебе есть и MH, да, iPhone тоже поддерживает вывод изображения по кабелю, тоже можно подключить к карте захвата. Но тут есть и обходная зарядка. Это Android. Соответственно, всякие бетки и прочее-прочее выходят изначально на Android. На iOS такого нету. На iOS ты можешь брать, если ты знаешь, что ты будешь там всю жизнь там делать контент по какой-то одной игре, которая есть на iOS, тогда можно брать. Но если ты планируешь не только одну игру, а там вообще, в принципе, мобильные игры смотреть, вообще, в принципе, стримы запускать, то у тебя нету выбора. Ты просто берешь ROG Phone. И неважно, это даже на сегодня, опять же, конец 20... Сейчас 21-й год, да? Да, 21-го года это, может быть, и даже третий ROG Phone. Он достоин на сегодня со своим 865+. Может быть, ROG Phone 5. Что тебе там, я не знаю, комфортнее по бюджету. Вот и все. Надеюсь, что теперь я донес до вас, почему тренажка не самый лучший. Я бы сказал, даже самый худший вариант, потому что стоит он конских денег, да? 110 тысяч он стоит, соответственно, его официальная цена на сегодня. И вот поэтому это прям вообще худший вариант рассматривать для мобильного гейминга. Всем спасибо за просмотр, всем пока!